Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем наше путешествие по царству животные. И следующий наш объект исследования – пресмыкающиеся. Сегодня на уроке мы выявим особенности строения пресмыкающихся, связанные со средой обитания, определим роль пресмыкающихся в природе и жизни человека, познакомимся с представителями пресмыкающихся Республики Молдова. Пресмыкающиеся образуют группу высших позвоночных животных наряду с птицами и млекопитающими. И тем не менее, они самые низкоорганизованные среди них. Обитают пресмыкающиеся как в наземной среде, так и в водной. В современном мире насчитывается около 7 тысяч видов. Из них 13 видов встречаются в Республике Молдова. Ученые предполагают, что пресмыкающиеся появились около 280 миллионов лет назад от вымерших земноводных стегоцефал. Наибольшего расцвета пресмыкающиеся достигли в Мезозойскую эру, поэтому эту эру еще называют эрой рептилий. Их существовало огромное количество. Динозавры на суше, ихтиозавры в воде, птерозавры в воздухе. Среди них были виды разных размеров, и громадных, и небольших, как кошка. Почти все они вымерли 70 миллионов лет назад. Причины этого до сих пор не выяснены. Современные рептилии представляют собой лишь разрозненные остатки богатого и разнообразного мира пресмыкающихся Мезозойской эры. И представлены четырьмя отрядами. Отряд «Клювоголовые» имеет лишь одного современного представителя – Готерию, который населяет остров Новая Зеландия и прилегающие острова. Отряд «Чешуйчатые» объединяет ящериц, змей, хамелеонов. Это наиболее многочисленный отряд. Отряд «Черепахи» – это древняя группа, которая смогла дожить до наших дней благодаря своему защитному приспособлению панцирю. И отряд «Крокодилы», которые населяют материковые воды тропиков. Пресмыкающиеся обладают рядом признаков. У них сухая кожа, покрытая роговыми чешуйками. Дышат они только легкими. Внутреннее оплодотворение, прямое развитие. У некоторых встречается линька. То есть они сбрасывают свои старые покровы и обрастают новыми. За что присмыкающиеся получили свое название? А вот за то, что тело их расположено очень близко к земле. Некоторые присмыкающиеся вообще лишены ног, например, змеи. У остальных ноги расположены по бокам тела. И тело все равно очень-очень близко к земле. Рассмотрим внешнее строение присмыкающихся на примере ящерицы. Тело ящерицы делится на голову, туловище, хвост. Тело покрыто роговыми чешуйками. Шея толстая, короткая, довольно подвижная. Обеспечивает повороты головы в стороны. Но из-за того, что тело находится близко к земле, поднимать голову вверх ящерица не очень хорошо. Имеется две пары ног с пятью пальцами и длинный хвост, играющий роль баланса при движении. Ящерицы способны отбрасывать хвост. Всем известный факт. А почему они это делают? Отбрасывание хвоста от греческого аутосам и томи – отсечение. То есть самоотсечение. Это ловкий способ ускользнуть от хищника. Отброшенный хвост приковывает к себе внимание, и хищник перестает преследовать ящерицу. Секрет этого приема лежит в особом строении хвоста ящерицы. Но жертва не только может отбрасывать хвост, она еще может восстановить утраченную часть тела. И как тебе уже известно, это явление называется регенерацией. Скелет пресмыкающихся более прочен, чем у земноводных. Позвоночник состоит из пяти отделов. Шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Появляется грудная клетка. Ребра одним концом соединяются с грудными позвонками, другим – с грудиной. К ребрам крепятся впервые возникшие у призмыкающихся межреберные мышцы, которые участвуют в дыхании. Восемь шейных позвонков значительно увеличивают подвижность головы, что имеет крайне важное значение для добывания пищи и ориентирования в пространстве. В строении конечностей появились новшества. В передней конечности предплечье делится на локтевую и лучевую кости, а в задней конечности бедро делится на большую и малую берцовые кости. Нервная система ящерицы имеет типичное для позвоночных животных строение. Представлена она головным и спинным мозгом и отходящими от них нервами. В головном мозге ящерицы можно выделить некоторые прогрессивные черты строения. В частности, у них очень хорошо развит мозжечок. Это связано с усложнением способов передвижения и необходимостью сохранять равновесие. У них значительно увеличился передний мозг. На поверхности полушарий появляются зачатки коры мозга, поэтому ящерицы способны к выработке условных рефлексов. И более крупный средний мозг с хорошо развитыми зрительными буграми. Ящерицы обладают хорошо развитыми органами чувств. Они обеспечивают приспособление животного к среде обитания. Орган вкуса – это длинный, тонкий и подвижный язык. Используется для ощупывания предметов. Орган слуха содержит внутреннее и среднее ухо, снабженное барабанной перепонкой. Над ртом видна пара ноздрей. Они сквозные и пропускают в ротовую полость воздух. Внутри ноздрей находится особый обонятельный орган – орган якобсона, с помощью которого ящерица воспринимает запахи. Глаза имеют верхние и нижние веки и мигательную перепонку. Но глазные яблоки не могут втягиваться, как у лягушки, а способны лишь совершать вращательные движения. Видят рептилии лучше за счет способности хрусталика к аккомодации. Имеются органы тепловой чувствительности. Особенно хорошо эти органы развиты у змей. Расположены они между глазом и носом на лице. Подобно земноводным, ящерица схватывает добычу целиком. Насекомых, пауков, червей, слизней. Выполнению этой задачи способствует большой рот и множество мелких зубов. Хорошо развиты у них слюные железы. Слюна не только смачивает пищу, но и обрабатывает пищевой комок ферментами. Ротовая полость переходит в короткую глотку, которая продолжается в пищевод. Пищевод расширяется и переходит в желудок, от которого начинается тонкий, а затем толстый кишечник. В тонкую кишку открываются протоки печени и поджелудочной железы. На границе тонкой и толстой кишки есть зачаток слепой кишки. Оканчивается пищеварительная система клоакой. Органы дыхания пресмыкающихся легкие. Кожа не участвует в дыхании. По сравнению с лягушками, легкие ящерицы имеют большую дыхательную поверхность. Воздух присасывается в легкие благодаря движениям грудной клетки, которые происходят за счет сокращения межреберных мышц. Через воздухоносные пути воздух достигает легочных пузырьков, стенки которых опутаны густой сетью капилляров. Именно они обеспечивают газообмен. Кровеносная система замкнутая. Кровь циркулирует по двум кругам кровообращения. Большой круг доставляет кровь к органам и тканям, снабжает их кислородом. Малый круг удаляет из организма углекислый газ и насыщает кровь кислородом. Сердце ящерицы трехкамерное. Два предсердия и один желудочек. В желудочке появляется неполная перегородка, которая частично разделяет артериальную и венозную кровь. Но тем не менее, над перегородкой кровь смешанная. Поэтому рептилии тоже хладнокровные животные, потому что их организм снабжается смешанной кровью. Выделительная система представлена более совершенными почками и мочеточниками, впадающими в клоаку. Ящерицы являются раздельно полными животными. Половая система самок представлена двумя яичниками и яйцеводами. У самцов два семянника и семя проводы. Оплодотворение у них внутреннее. Так как они размножаются на суше, то их яйцеклетка приобретает другое строение по сравнению с земноводными. Яйцо, присмыкающихся покрыто защитными оболочками, содержит желток в запас питательных веществ для зародыша и имеется особая структура – алантоис, которая обеспечивает дыхание и выделение зародыша. Подумай, какие особенности строения присмыкающихся позволили им освоить наземную среду? Это сухая кожа, лишенная желез, покрыта роговыми чешуйками. Увеличение переднего мозга, появление коры, больших полушарий, неполная перегородка в желудочке сердца, ячеистые легкие с развитыми дыхательными путями, защитные оболочки вокруг яйца, внутреннее оплодотворение и прямое развитие. Значит, значение присмыкающихся. Присмыкающиеся приносят пользу тем, что являются звеном в пищевых цепях. Некоторые из них считаются санитарами наземных и водных экосистем. Они уничтожают вредители сельскохозяйственных культур. Некоторые присмыкающиеся испокон веков служили сырьем для промышленности, например, из кожи крокодилов, шили чемоданы, сумки, ремни. Пища для человека. Некоторых присмыкающихся заводят в домах в качестве домашних животных. Яд змей используют в медицине. Но присмыкающиеся могут приносить и вред. Яд некоторых змей опасен для человека. Некоторые из присмыкающихся могут нанести вред сельскохозяйственным культурам. Некоторые из них – переносчики заболеваний. С последних десятилетий XX века в Молдове наблюдается существенное снижение численности популяций многих видов присмыкающихся. Основным фактором этого является растущее отрицательное влияние человека на их среду обитания. По этой причине многие присмыкающиеся были внесены в Красную книгу Молдовы. Это европейская болотная черепаха, степная гадюка, ящерка разноцветная, ящерица разноцветная, полос, паласов. В заключении нашего урока предлагаю подумать над следующими заданиями. Однажды в холодный осенний день из Вьетнама в адрес Кишиневского зоопарка прибыл редкий груз – три удава. Принимавший груз специалист, без опаски осматривал каждое животное. Таможенники решили, что зоолог загипнотизировал змей, так как животные вели себя очень спокойно. Исправь ошибку таможенников и дай правильное объяснение поведению удавов. Змеи – хладнокровные животные. Температура их тела зависит от температуры окружающей среды. День был холодный, осенний. Следовательно, змеи находились в состоянии оцепенения. Еще один вопрос. Змеи поднесли обернутую черной бумагой холодную электрическую лампочку. Змея не обращала на нее внимания. Но стоило лампочку нагреть, как змея сделала молниеносный бросок. Как можно это объяснить? Ответ. Змеи реагируют на тепло. Для этого у них есть орган тепловой чувствительности. Он находится на лицевой ямке между глазом и носом с каждой стороны головы. Благодаря этому змея и проявила такую реакцию – сделала молниеносный бросок. Есть выражение. Он льет крокодиловые слезы. Плачут ли крокодилы? И наверняка ты догадался. Нет. Их слезы ничего не имеют общего к жалости. Все дело в переизбытке солей в организме, для удаления которых у крокодила развились специальные железы, которые открываются наружу у самых глаз. Таким образом, крокодиловые слезы – это защитная реакция организма, направленная на выведение с избытка солей. Наш урок закончен. До свидания. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин